Россияне зарабатывают на скандалах с бизнесом. Как они это делают бизнес-экономика? Полночь 5, 4 марта 2019 года Ловцы и удачи россияне зарабатывают на скандалах с бизнесом. Как они это делают? Фото, шатерсток, в погоне за западными стандартами и высоким сервисом российский бизнес избаловал клиентов. Сегодня они готовы идти на многое, чтобы получить дополнительную выгоду или вовсе не платить за услугу. Критика брендов заполняет соцсети, а конфликты компаний и потребителей часто выплескиваются в медийное пространство. За недовольными отзывами и публичными попытками поиска правды часто стоят вполне меркантильные интересы, а статус лидера инициативной группы приносит борцам с режимом конкретную прибыль. Лента.ру рассказывает, что скрывается за протестной активностью российских потребителей. В начале 2019 года бизнесмен Александр Соколовский пожаловался на своей странице в Facebook. На действия крупнейшего в стране авиаперевозчика, аэрофлот лишил его премиальной карты лояльности и всех накопленных миль за оскорбления в соцсетях. Как сообщил блогер, в декабре он летел рейсом аэрофлота в Ниццу, но в пункт назначения не прибыл по техническим причинам. Борд совершил вынужденную посадку в Вене. Пассажирам предложили вернуться в Москву и вылететь на французскую Ривьеру с потерей дня. Предложенный вариант был самым оптимальным и позволял минимизировать время задержки для пассажиров. Соколовского такой вариант не устроил в своем Instagram аккаунта. Он выкладывал ролики, где активно и эмоционально в крайне нецензурной форме выражал свое возмущение, общаясь с сотрудниками компании. Пользователи соцсетей разделились в оценках. Одни поддерживали блогера и делились своим негативным опытом взаимодействия с авиакомпанией, другие увидели в действиях Соколовского злоупотребление клиента ориентированностью перевозчика. Нейтральные, по определению блогера, комментарии на деле оказались матерным потоком в адрес сотрудников аэрофлота. Другие пользователи заметили, что требования Соколовского доставить его рейсом аэрофлота напрямую из Вены в Ниццу и вовсе не могли быть выполнены. Аэрофлот выполняет международные рейсы исключительно по маршруту Москва за границей Москва. Компания не может изменить устоявшиеся расписания и маршруты ради одного блогера. Именно поэтому пассажиров приходится доставлять обратно в Москву и уже оттуда прямым рейсом в пункт назначения. Клиентов аэрофлота никогда не исключают из бонусной программы за критику авиакомпании, заявили в пресс-службе авиаперевозчика. Но за хамские и оскорбительные высказывания компания и далее будет последовательно исключать пассажиров. Аэрофлот стал одним из первых крупных российских брендов, который рискнул дать решительный отпор явлению потребительского экстремизма ситуациям, когда клиенты злоупотребляют своими правами и активно используют медийный ресурс и показательные судебные иски, чтобы надавить на бренд и добиться желаемой цели. Однако авиакомпании не единственные жертвы потребителей, которые переходят границы, от подобных действий страдают банки, ритейл, туристическая отрасль, операторы связи, строительство и ЖКХ. Мал, да вонюч. Российский бизнес сам вырастил поколение потребительских террористов, стыдясь и избавляясь от наследия совка, где перечить покупателю было в порядке вещей, а о клиента ориентированности не знали в принципе. Предприниматели и бренды, ориентируясь на западные стандарты, с энтузиазмом взялись за развитие сервиса. Сегодня клиентская поддержка большинства российских компаний почти мгновенно реагирует на негативные отзывы гневных потребителей, предлагая взамен скидки, специальные предложения и компенсацию. Российские компании избегают публичных выяснений отношений с пользователями и стараются замять скандал любой ценой. Этим очень любят пользоваться обиженные клиенты, которые пытаются выжать из компании максимум выгоды. Кто-то стремится получить бонусы или подарки, а кто-то начинает грозить исками в суд. Основной площадкой становятся соцсети. Многие пользователи даже жалуются, что их ленты новостей превращаются в одну сплошную жалобную книгу. Российское законодательство в сфере защиты прав потребителей одно из самых развитых в мире. Однако механизмов защиты компаний и поставщиков услуг по-прежнему нет. Мы получаем обращение о злоупотреблении правами потребителя. «Кое-где у нас порой происходят действия, которые я как юрист охарактеризовал бы как мошенничество», говорит заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов. Организация настаивает на изменениях в законодательстве, так как потребители зачастую злоупотребляют правами. В российском правовом поле нет понятия потребительский экстремизм. В законе присутствует лишь размытая фраза о недопустимости злоупотребления своими правами при отсутствии права на защиту. Недобросовестных истцов можно привлечь лишь по статье о мошенничестве, однако и такие случаи редки. Фото «Шаттерсток» Потребитель террориста отличается от добросовестного клиента тем, что не готов к компромиссам и не желает договариваться. Например, в 2017 году с необычным случаем столкнулся каршеринговый сервис «Белкака». Клиент забыл в машине пакет, который оставался невостребованным 8 месяцев. По правилам компании, найденные в салоне автомобили забытые вещи хранятся полгода, после чего утилизируются. Когда клиент вспомнил о пропаже, было уже поздно. После длительного общения с представителями компании он публично указал в публикации в Facebook, что забытый пакет был из суммы, а внутри была одежда дорогих брендов на сумму 65 тысяч рублей. При этом вместе с одеждой якобы пропали бумаги бабушки клиента, которая скончалась за несколько месяцев до этого. Тогда «Белкака» пошла навстречу клиенту и начислила бонусы в размере 25 тысяч баллов, которые можно использовать для аренды автомобиля. Причем все переговоры с ним вели лично руководители компании. И это несмотря на то, что в пользовательском соглашении указано, что компания не несет ответственности за утерянные водителями вещи. Проблема потребительского терроризма актуальна для всех сфер бизнеса, от туризма и услуг до онлайн-продаж и недвижимости. Ассоциация компании интернет-торговли «Акит» отмечает, что некоторые клиенты онлайн-площадок после приобретения ими товара, не дожидаясь ответа продавца на свою претензию, обращаются с требованием взыскания в суды. После удовлетворения судом искового заявления потребитель игнорирует общение с магазином, намеренно затягивая сроки возврата денежных средств, стремится увеличить размер неустойки, предусмотренной статьей 23 закона о защите прав потребителей. В некоторых случаях потребителю удавалось получить неустойку в размере 300% цены товара, рассказали «Акит». Однако куда опаснее, признают эксперты, то, что общественное мнение и медийное освещение почти всегда склоняются на сторону потребителей, не разбираясь в деталях ситуации. Например, пару лет назад житель Москвы попытался подставить сеть быстрого питания KFC. Мужчина, представившийся членом общества инвалидов, пришел в ресторан и объявил, что нашел у себя в куриных стрипсах жареную крысу. Лишь позднее он признался, что пожарил крысу у себя дома и подбросил ее в порцию, чтобы привлечь внимание. Примерно год назад точно так же поступил один американец. Его сразу стали звать на телеканалы, брать интервью. И главное, никто не требовал подтверждения. «Я подумал, о чем я хуже», — пояснил он мотив своего поступка. Фото — «Shutterstock», а не везде. Жилищная сфера страдает от ангажированности общественного мнения в вопросах потребительского терроризма больше других. Ведь дольщики в массовом сознании всегда кажутся потерпевшими, у которых отбирают последнее жилье. Однако на деле все оказывается сложнее. Есть целый пласт граждан, которые делают все, чтобы добиться от застройщика максимум, а то и вовсе действуют в интересах его конкурентов. Некоторые дольщики намеренно уклоняются от приемки квартиры. Покупатель до последнего откладывает осмотр объекта. Затем он появляется в последний день, когда по договору должны передаваться ключи, находит незначительный недостаток в помещении, отказываясь подписывать акт приема-передачи. В итоге застройщик вынужден платить неустойку. Хотя покупатель намеренно затягивал обращение, рассказала управляющий партнер компании Матриум Мария Литинецкая. По ее словам, многие дольщики специально нанимают целые бригады, которые анализируют отделку в новой квартире, а на деле просто ищут недочеты. Допустим, обнаружен минимальный перепад пола в пределах нескольких миллиметров. Это становится основанием для того, чтобы клиент не принимал квартиру. Хотя по факту выявленный недочет ничуть не влияет на качество проживания, говорит Литинецкая. Жилищная сфера лидирует по количеству случаев потребительского терроризма. Как показало исследование НАФИ, 29% потребителей жалуются на нарушение прав в сфере ЖКХ и строительства. Это больше, чем в какой-либо другой утрасле. Жилищное законодательство в России составлено таким образом, что оно рассчитано на достаточно высокую активность и правовую грамотность граждан, поясняет начальник управления распотребнадзора Олег Прусаков. На деле же эти качества у большинства, к сожалению, отсутствуют. В результате более активные, нахрапистые, манипулируют остальными, с низким уровнем правовой грамотности, особенно в жилищно-коммунальной сфере, констатирует он. Управление протестными настроениями на фоне недовольства действиями застройщика оказывается ценным активом в руках так называемых лидеров инициативных групп. Это главная сила потребительского терроризма против застройщиков. Так один из лидеров движения обманутых дольщиков обанкротившийся. Обанкротив. Кирилл Колгушкен развернул настоящую информационную войну против Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, который занимается достройкой объектов компании. Колгушкен бывший участник некогда популярной поп-группы Hi-Fi. Колгушкен опытный медиащик знает, как правильно поднять нужный хайп в СМИ. За последние полгода он появился в эфирах и на страницах десятков подмосковных и федеральных СМИ, организовывал митинги и пикеты, даже подписывал обращения к президенту. Колгушкен обвинял фонд в бездействии, срыве сроков и договоренностей, что охотно тиражировали СМИ. Однако Колгушкен умалчивал, что судьба дольщиков Urban Group куда завиднее, чем многих коллег певца по всей России. На достройку объектов компании банкрота государство выделило 6 миллиардов рублей. Первые четыре дома Urban Group уже достроили, жители начнут получать квартиры в марте. В 2019 году фонд намерен сдать 12 домов, оставшиеся в 2020 и 2021 годах. Причем солидарности с Колгушкиным нет и среди самих дольщиков Urban Group. Позицию артиста и его лидерство в отношении всех дольщиков поддерживают далеко не все, о чем свидетельствуют комментарии на форуме. Нередко действия отдельных активистов противоречат интересам группы, которую они представляют. Например, дольщики одного из проблемных объектов СУ-155 жалуются на самозванного лидера одной из инициативных групп Светлану Андрееву, деятельность которой, по их словам, незаконна. Она представляет интересы дольщиков, не имея на то достаточных оснований, ведь дольщицей она стала, преследуя меркантильные интересы, выкупив право после банкротства застройщика. Андреева действует по похожим схемам, часто выступает в прессе и жалуется на застройщика. Достраивающего объект, при этом удаляет и блокирует несогласных с ее действиями дольщиков в групповых чатах и форумах. Надо что-то менять. Общественная палата, а также участники рынка настаивают, что законодательство требует изменений компании и поставщики услуг нуждаются в механизме, который бы защитил их от потребительского терроризма. Покупатели стали более капризными. Законодатель вступился за потребителей, которые, в свою очередь, стали придирчиво относиться ко всем мелочам, отмечает гендиректор PFA Development Людмила Каган. На избыточность защиты потребителей в текущей версии российского законодательства указывает и глава коммерческой практики Все нормативные изменения направлены на защиту потребителя. Потребитель воспринимается стереотипно в нашем обществе как незащищенная сторона, которую необходимо оберегать, настаивает он, отмечая, что пробелы в законодательстве необходимо исправлять, чтобы граждане не злоупотребляли и не подрывали деятельность бизнеса. К изменениям подталкивает опыт крупного бизнеса. Например, по словам руководителя правового департамента В. Финфле Алы Шелковской, родители покупают дорогие вещи своим детям, чтобы те богато отстояли на линейке в школе, а после возвращают их в магазин. Сентябрь называют иногда черный сентябрь, «Потому что бывает такое, что родители покупают дорогие вещи своему ребенку на один день, чтобы они постояли на линейке, и потом вещи возвращают в течение 14 дней. Таким образом, происходит злоупотребление правом потребителя», рассказала она. Последние громкие конфликты Аэрофлота с агрессивными клиентами показывают, что компании все активнее борются с проявлениями потребительского терроризма. Глава госкомпании Аэрофлот Виталий Савельев в недавнем интервью рассказал о случае, когда пассажиры самолета сами ломали подлокотники, после чего потребовал пересадить их в бизнес-класс или начислить бонусные мили, однако компания зафиксировала вредительство. Савельев также подчеркнул, что авиаперевозчик готов к критике, но выражать ее необходимо в цензурной форме. «Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что они будут за это отвечать», — подчеркивал глава госкомпании, комментируя оскорбление со стороны общественного деятеля и председателя Совета благотворительного фонда. нужна помощь Дмитрия Олешковского, который сперва нахамил в адрес компании, а после лишения премиального статуса попросил прощения в надежде вернуть утраченные привилегии. Схожая ситуация недавно случилась в одном из крупнейших частных банков России. Альфа-банк отказался начислять некоторым клиентам кешбэк за то, что их расходы в льготных категориях в разы превышали остальные. Согласно правилам программы лояльности банка, о которых граждан информируют при заключении клиентского соглашения на обслуживание, Альфа вправе лишить держателя карты бонусов, если сочтет его действие злоупотреблением с целью извлечения прибыли. Недооценивать атаки потребительских террористов явно не стоит. Если для крупных игроков подобные истории удары по репутации и небольшие финансовые издержки, то для мелких игроков это серьезные финансовые потери, которые могут обернуться банкротством. А от этого проиграют все и недовольный клиент, который не сможет востребовать компенсацию, и десятки людей, которые лишатся работы из-за одного гневного комментария. Дмитрий Саркисов Владимир Миронов